Друзья, весна это пора обновлений. В клинике молодости эксклюзив диагностические и лечебные манипуляции проводятся при помощи высокотехнологичных методик, что повышает точность диагностики заболеваний и значительно сокращает сроки реабилитации пациентов после оперативного вмешательства. Комплексный подход к лечению любого заболевания, включающий помимо общепризнанной терапии, рекомендации по образу жизни и питанию, составлению долгосрочных программ ведения пациента, помогают оставаться человеку здоровым, жизнерадостным, в прекрасной физической форме. А к нам в гости придет, уже пришел Александр Малюгин, сердечно-сосудистый хирург клиники молодости эксклюзив. Доброе утро. Александр, здравствуйте, рады видеть вас у нас в студии. Вот уже, как сказал Евгений, большой перечень услуг в вашей клинике представлены. Все, мне кажется, в большинстве своем зрители представляют вашу клинику, а клинику молодости и красоты, но есть и другие направления. Вот расскажите, чем занимается клиника, какие есть процедуры, какие существуют направления? Ну, собственно, вот в этом определении, маленьком нашем дивизии клиника молодости, и складывается то, чем мы занимаемся. Мы, слово клиника отражает наши новые направления, которые мы активно продвигаем, потому что это и терапия, эндокринология, это пластическая и сосудистая хирургия, лор. То есть все это, как и в обычных клиниках, в большом объеме, а вот молодость – это то, что у нас самые передовые технологии, и кроме того, что мы лечим пациентов, мы еще стараемся, чтобы они дольше оставались молодыми и здоровыми. Ну, еще у вас существуют различные методики. Вот расскажите, какими методиками вы лечите пациентов своих? Ну, здесь, естественно, я расскажу о своем направлении, о сосудистой хирургии. Мы единственные и эксклюзивные в Саратове, кто сейчас обладает препаратом радиочастотной абляции вен третьего поколения, последнего поколения. Для чего он нужен? Кому он помогает? То есть это варикозное заболевание, да, или что-то еще? Расскажите. Да, это варикозная болезнь, и ее мы можем полноценно лечить, и лечить именно мини-инвазивно. То есть никаких огромных разрезов, наименьший период реабилитации после нашей манипуляции и наилучший эстетический эффект. Угу. Ну, вот еще мы знаем о том, что у вас в клинике используется комплексный подход к лечению пациента. Что значит комплексный подход? То есть вы берете его с самого начала и ведете до получения результата или какие-то еще понятия вкладываете в это? Комплексный подход, он отражает, прежде всего, такой общеизвестный мировой принцип медицины, что нужно лечить пациента, а не болезнь. И мы абсолютно индивидуально к каждому подходим, потому что один и тот же диагноз для разных людей может абсолютно по-разному лечиться, обследоваться, назначаться абсолютно разной процедурой, но результат мы получаем один и тот же. То есть мы вылечиваем пациента, мы сохраняем ему здоровье, мы поддерживаем здоровье. А вот какой комплекс процедур нужно пройти для того, чтобы выяснить, есть ли проблема варикозная или нет? Прежде всего, скрининговым методом, кроме консультации сосудистого хирурга, которая нужна, является дуплексное исследование, это УЗИ сосудов, УЗИ вен. И зачастую без этого метода мы не можем дальше двигаться в плане диагностики и лечения. Поэтому дуплексное исследование является основным, скрининговым, и малоинвазивным, и высокоинформативным методом. Ну а потом уже дальше, если необходимо, дальнейшие какие-то процедуры проводятся. Да, безусловно, это уже при личной встрече с сосудистым хирургом определяется, что необходимо этому пациенту и как мы будем дальше себя вести. Ну а вот есть какие-то общие советы для людей, которые вот сейчас нас смотрят, у которых, может быть, есть уже варикозное решение, может быть, еще нет. Но чтобы это не появилась такая проблема, что нужно делать, как себя нужно вести, потому что мы постоянно проводим время, сидящий образ жизни, постоянно сидим за компьютером, малоподвижно. Вот что нужно сделать, какую может быть гимнастика, какие упражнения, что сделать? Отсутствие двигательной активности ввиду нашей работы, занятости, ввиду того, что сейчас много автомобилей, и мы мало ходим пешком, это усугубляет веносную недостаточность, прогрессирование варикозной болезни происходит в том числе. И можно делать абсолютно простые упражнения, такую небольшую зарядку. То есть если мы с вами находимся в офисе, весь день сидим за столом, или же еще как-то работа связана с тем, что мы мало двигаемся, мы сейчас с вами вместе, нашим телезрителям, я думаю, это продемонстрируем. То есть первое упражнение, да, мы должны заставить наше второе сердце, наши мышцы работать. Мы возьмем и просто вот такими легкими движениями будем поднимать наши ноги на носках. Это упражнение нужно выполнять многократно в течение дня. Сотка на лице. А сколько раз нужно делать? А сколько вы не устанете? Посидели, поработали. То есть кожа, коветровые ножки, 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 ножки. Ни каких противоказаний к этому упражнению нет? Ну, безусловно, нет никаких противоказаний, потому что работает ваш организм. А когда организм работает, сохраняется его здоровье. И второе, что можно сделать, ну, это уже не так часто, потому что это и со стороны будет выглядеть немножко так смешно. Мы возьмем вот нашу ногу и будем использовать ее как такой пишущий предмет. И можно в воздухе написать Ну почему? Под столом, мне кажется, самое то Когда сидишь за столом, да, и вот так вот сидишь Если мы с вами сидим, допустим, перед телекамерой И вдруг вы начнете Это между рубриками нужно делать Сидишь вот так вот То есть неважно, да, что писать, нужно чуть-чуть приподнять ногу Чтобы она была... Имитация письма, Светлана Да, написать название телеканала Название клиники-эксклюзив И это все будет нам на пользу Чем длиннее можно, словом, тем лучше Ну а вот это упражнения были для тех людей Которые с малоподвижным образом жизни связаны А вот если много ходит человек, стоит на ногах Вот я стою всегда, Светлана сидит А что мне делать, чтобы расслабиться? Вот здесь вот два полюса Человек много ходит и много стоит Человек, который много ходит, его мышцы работают И поэтому он сам себе помогает Для того, чтобы не было венозного застоя Чтобы возвращалась кровь А вот тот человек, который стоит Он может выполнять те же упражнения Вот стой, я буду с вами солидарен И начну ту же самую зарядку Поэтому стоим, носочки поднимаемся И уже можно вот непосредственно под стойкой Постоять и что-то вот такое там написать Можно чередовать вот я на одну Безусловно, безусловно Но существуют противопоказания И нужно все равно проконсультироваться специалистом, правильно? Ну вот к данным упражнениям противопоказаний не существует Конечно, не довести себя до инфаркта То есть когда я настолько назанимался ногами Что у меня вот раз, нога отвалилась И шагу не мало Икры вот такие накачали Да-да-да-да-да-да-да Но специалисты следует посетить Если малейшие признаки венозной недостаточности Расскажите, пожалуйста, поподробнее о акциях Которые проводятся у вас в клинике Сейчас есть ли какие-то акции? Можно я вас на секундочку восприню? У нас есть просто телефонный звонок От нашей телезрительницы От нашей телезрительницы Алло, доброе утро Алло, доброе утро Задавайте свой вопрос, пожалуйста Ну вопрос такой Во-первых, можно ли в клинике сдать анализы какие-то? Ну там, допустим, кровь или что-то еще Потому что я знаю, что это связано с сосудами Это все-таки серьезная история Это первый вопрос И второй вопрос Я знаю, что в клинике эксклюзив цены, скажем так, немаленькие Ну, по крайней мере, на услуги красоты, да? Парикмахера там и так далее А вот в клинике, в медицинской клинике эксклюзив Какой уровень цены? Ну, чтобы понять Вот как раз про цены был вопрос про акции У меня еще первый вопрос хотелось бы повторить Можете повторить еще раз первый вопрос нашему гостю? Уже поздно Значит, к сожалению, не удалось расслышать первый вопрос Он как раз, я так понимаю, был связан с какими-то показателями крови В любом случае, если речь заходит уже о серьезных вещах Измененных показателях крови или уже каких-то симптомов Первое, что вы должны сделать, обратиться к специалисту То есть не занимайтесь, пожалуйста, самолечением Особенно лечением в интернете По бабушкам, по знакомым Даже одинаковые с виду диагнозы Они никогда не соответствуют, что двух людей будет абсолютно идентичное лечение Это все индивидуально И второе, по поводу цен Клиника эксклюзив преследует такую политику, что у нас честные цены Вы получаете цену за услугу полностью оказанную Не будет подводных камней в виде того, что консультация сосудистого хирурга Столько-то стоит Но чтобы зайти к нему в кабинет, это еще дополнительные деньги А чтобы выйти из кабинета, это еще одни деньги Потому что это практикуется во многих частных клиниках И человек, который ориентируется на одно, получает абсолютно другую сумму Наши цены по соотношению абсолютно адекватны И не будет такого, что у нас как-то что-то завышено Где-то есть значительно дешевле Просто узнавайте цены полностью, на всю услугу Есть какие-то бесплатные консультации, моменты, чтобы забежать, спросить в кабинет? Сейчас можно не просто забежать, спросить А вот именно в этом месяце идет акция, что консультация сосудистого хирурга абсолютно бесплатна То есть любой человек может к вам прийти по предварительной записи, правильно? Да, да, да И проконсультироваться абсолютно бесплатно, друзья Кроме того, после этого визита к сосудистому хирургу Вы получите 30% скидку на выполнение как раз дуплексного обследования Ну вот на вашем новом аппарате? Дуплексное исследование – это УЗИ, это диагностика Новый аппарат – это уже лечение Да, поэтому на новом аппарате, когда речь уже об этом зайдет, можно индивидуально обсудить какие-то скидки Но сейчас вот акция в плане консультации, обследования По сути, человек по вот этой акции может получить абсолютно полный комплекс, который ему в последующем выдаст необходимые рекомендации лечения, если есть патологии, и дополнительно ничего не потребует Надеюсь, мы ответили на вопрос телезрительницы нашего Ну да, это прежде всего Да, я хочу надеяться, потому что Потому что первый вопрос мы, к сожалению, не услышали до конца Ну то есть правильно я понимаю, что у вас акции периодически появляются разные? Нужно просто узнавать, звонить в клинику и уточнять Да, 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 обязательно Они не просто периодически, они есть всегда, и на те или иные услуги они существуют каждый месяц Ну вот хорошо, а если еще вернуться к сердечно-сосудистым заболеваниям Вот вы как специалист, много ли людей к вам обращается, и большая ли проблема? Вот именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями в нашей области Какие частые обращения, самые распространенные? Я бы выделил, наверное, две основных патологии Первая – это вот варикозная болезнь Очень распространенное заболевание Как молодые девушки и молодые люди, так и люди в возрасте Даже молодые люди, то есть это не только для женщин? Да, 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 варикозная болезнь – это наследственная патология Это то, что заложено в нашем ДНК-коде и может проявиться и в молодом возрасте А вот что касается людей уже где-то после 40 лет Это облитрирующий атеросклероз магистральных сосудов Заболевание намного более тяжелое И атеросклероз – это заболевание, которое намного более богато осложнением Нежели та же онкология или же ВИЧ Смертей, на самом деле, от атеросклероза гораздо больше Ведь именно это является причиной инфаркта, инсульта, атеросклероза Какие 5 основных пунктов вы бы посоветовали нашим телезрителям? Если их соблюдать, то это будет отличной профилактикой к этому заболеванию Первый и самый основной пункт – это активный образ жизни То есть ни в коем случае не давать себе залеживаться, засиживаться Ленность – это как раз то, что помогает сосудистым заболеваниям прогрессировать Поэтому пропишки, ходьба, плавание – безусловно, это то, что вам поможет Фитнес – сейчас популярно очень много людей, которые с палками Это сединарская ходьба, да? Да, сединарская ходьба Все это очень полезно Второй момент – очень мне нравится напоминать людям по поводу курения Казалось бы, такое общераспространенное явление И вроде бы, ну, вот Минздрав пишет нам на пачке сигарет что-то такое Да, что они предупреждают Чем это действительно грозит? Это грозит не тем, что будет какой-то моментальный страшный эффект Человек закурил сигарету, его как лошадь убил на месте Нет Это будет потом И в те волшебные годы жизни, когда вы должны уже скоро выйти на пенсию Кто-то начнет путешествовать, кто-то сидит с внуками Вы тогда получите очень и очень большие проблемы с вашим организмом, с вашим здоровьем Которые, к сожалению, полностью исправить не получится И очень велика вероятность получить ограничения в своих передвижениях Ограничения в повседневной жизни Возможно, даже инвалидизация Даже так? Да Да, то есть это такой пролонгированный эффект, да? Негативный пролонгированный эффект? Хорошо, ну а вот есть ли разница между тем, что человек, я не знаю, сколько в день он может выкуривать? Или это вообще запрещено? И влияет ли это только на сердечно-сосудистую систему? Или вообще на весь организм? Три сигареты в день уже практически полностью выключают ваше периферическое кровообращение Это создаются достаточно большие проблемы в микроциркуляторном русле Если даже большие сосуды работают Вот мы представим, что трубы идут в дома Но если у вас ваши мелкие трубы забиты То уже начинается процесс кислородного голодания тканей И это приводит в последующем к тому, что ишемия тканей Вплоть до гангрены, потери конечностей То есть вот весь этот пролонгированный эффект, он как раз и скажется потом Три сигареты в день, да? Вернусь Ну курить однозначно запрещено, это вредно, это мы все знаем Вы либо не курите, либо уже со всей ответственностью занимаетесь вредной привычкой Да, вот смотрите, вы как уже сказали, сейчас очень модно стало заниматься спортом, фитнесом И у людей вот такая одержимость появилась как избавление от лишнего веса Насколько это сильно влияет на сердечно-сосудистую систему И проблема, связанная с похудением Раньше была такая информация, что холестерин очень плохо влияет на сосуды Но сейчас я знаю то, что информация несколько изменилась, да, по этому поводу или нет? Расскажите, пожалуйста Начнем с конца, как говорится, по поводу холестерина Учитывая, что все-таки моя профессия такая инвазивная Вижу людей изнутри, поэтому очень часто люди, у которых уровень холестерина достаточно высокий Их сосуды, стенки сосудов остаются относительно здоровыми И люди молодого возраста, очень часто, это порядка 50 лет У которых цифра холестерина в норме, их липидный профиль в норме Атрасклероз достаточно злой, мы так его назовем И происходят просто не стенки больные у сосудов, они полностью закрыты холестерином, бляшкой Как их любят называть Поэтому уровень холестерина, это не совсем тот показатель, с которым следует коррелировать заболевание сосудов И по поводу избыточного веса Избыточный вес, это та лишняя нагрузка, которую не только нам приходится на ногах носить Но и та нагрузка, которую нужно на себе нести нашему сердцу И нашим сосудам, поэтому избыточный вес, это колоссальное, колоссальное, вредоносное действие для всего организма Мы этого иногда не хотим осознавать, то есть нам хочется покушать, меньше подвигаться Ну да, там тортики, жареные картошки Это, конечно, хорошо, но когда наш вес переваливает за 100 кг, граница, при которой можно что-то еще делать То здесь уже большой-большой патологический воздействие на весь организм В том числе на сердечно-сосудистую систему Ну и у нас остается буквально несколько секунд У вас есть возможность для того, чтобы обратиться к нашим телезрителям С призывом посетить вас, посетить вашу клинику-эксклюзив И, собственно, подлечиться Призыв будет один, что никогда не себя дорогого и любимого не доверяйте интернету соседям Обратитесь к специалистам И то, что мы можем сделать у себя, безусловно, предложим Если вам потребуется какая-то более обширная помощь, мы обязательно вам подскажем, как куда обратиться В нашей клинике существуют абсолютно все последние современные методы диагностики и лечения большого количества сосудистых заболеваний Поэтому мы вас ждем, всегда рады видеть, всегда ваша клиника-эксклюзив Александр Малюгин, сердечно-сосудистый хирург клиники молодости-эксклюзив Вернемся к вам буквально через одно мгновение после рекламы Не переключайтесь Субтитры сделал DimaTorzok